На минувшей неделе мы много говорили о новостях из будущего, событиях, которые еще не состоялись, но произойти могут, а также случаться возможно, наверняка и обязательно. Самой обсуждаемой и вероятной темой оказалась отмена техосмотра. За уже выступили правительство, ГИБДД, а теперь законодательный процесс пошел и в Думе. Обновление кроссовера Hyundai Creta — это из разряда обязательных. Дизайн паркетника не понял не только наш народ, но и азиатский, и поэтому рестайлингу не миновать. Вывод в России очередной китайской марки Link & Co пока из категории «возможно», хотя материнская марка G.L.E. эти планы вынашивает давно. Электрический Volkswagen ID.5 — это для нас не очень вероятно, однако российский офис Volkswagen почву-таки зондирует. И что уж совсем невыполнимо, это купить Lada без допов, хотя АвтоВАЗ выступил с официальными рекомендациями, как такое сделать. Важнейшая новость этой недели, которая взбудоражила многих автомобилистов. Депутаты Госдумы приняли законопроект, что фактически отменяет обязательный техосмотр. Правда, после слова «приняли» чрезвычайно важно уточнить — в первом чтении. Чтобы проект стал законом, думских чтений должно состояться три. Затем документ предстоит принять членам Совета Федерации, а финальная точка — это подпись президента. Так что пока инициатива прошла только первый этап из пяти возможных. Согласно проекту, легковым автомобилям и мотоциклам старше четырех лет, которые находятся в собственности физлиц, используются в личных целях, полагается проходить технический осмотр только при смене собственника и при оформлении тюнинга. Для юрлиц, а также владельцев грузовиков, автобусов и такси, техосмотр предлагается оставить обязательно. Во всех остальных случаях проверять состояние транспортного средства можно будет по собственному желанию владельца. В силу документ может вступить 1 марта следующего года. Но повторим, такое возможно только если проект пройдет необходимую череду чтений и согласований. Между тем, российский парк легковушек откровенно не молод для подобных послаблений. Так, 60% машин — это техника старше 10 лет, а средний возраст легкового автомобиля сейчас составляет полтора десятилетия. Что должно побудить россиян следить за своими машинами? Как минимум, правила дорожного движения, согласно которым водитель обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства. Кроме того, если по причине технической неисправности случится ДТП, к виновнику будет применяться регресс. Проще говоря, страховая компания потребует возместить ущерб пострадавшей стороне. Здесь важно сделать ремарку. Обязательный техосмотр пока не отменили. Но здесь придется дать несколько пояснений. Так, если срок действия диагностической карты закончился с 1 апреля по 1 октября этого года, то он автоматически продлевается на 6 месяцев. Все остальные должны проходить техосмотр без всяких отсрочек. Правда, за исключением регресса, никакие санкции автомобилисту, не прошедшему инспекцию, сейчас не грозят. В кодексе об административных правонарушениях штраф от 500 до 800 рублей прописан только для перевозчиков, пассажиров и грузов. Для оформления ОСАГО получать диагностическую карту также не требуется. Действительные полисы, которым привязаны диагностические карты, чей срок действия успел истечь. Кроссовер Hyundai Creta стал героем сразу нескольких новостей. Начнем издалека. Два года назад, когда китайской публике предъявили второе поколение Hyundai AX25, мы заволновались. Неужели такой будет и российская Creta? Минувшим летом подозрения подтвердились. Дизайн у кроссовера един по всему миру, а различия между исполнениями для разных рынков невелики. Нам достался вариант с немного подправленной кормой и решеткой радиатора, но двухэтажная оптика никуда не делась. Мешает ли дизайн продажам, сказать трудно. Любое падение нынче можно объяснить дефицитом микросхем. Хотя индийская пресса, например, пишет, что Creta проиграла местный рынок Kia Seltos. Но больнее по крете ударил новенький Hyundai Tucson. И первые официальные изображения подтверждают, вскоре Creta станет похожей на Tucson. Подправленная передняя часть удлинила машину на 15 мм. По примеру Tucson, ходовые огни встроены в решетку, а основные фары в бампере. Сзади изменилась только накладка на бампере, а по технике обновок нет вовсе. Сперва новую внешность оценят покупатели из Индонезии, где запускается очередной завод. Затем рестайлинг увидят Индия и Китай. А нам придется подождать как минимум до весны 2023 года. Тем временем российская Creta впервые после июльской премьеры подорожала. Рекомендованные цены приподнялись на 40 тысяч рублей, а самые богатые версии Smart и Prestige подорожали на 50. Зато расширен ассортимент. Раньше двухлитровый мотор был доступен, начиная с версии Family, а теперь и в более простой комплектации Classic. В ней нет климат-контроля, багажных рейлингов, кнопки запуска двигателя, камеры заднего вида, парктроника и подогрева руля. А литые колеса заменены штампованными. Зато экономия аж 75 тысяч рублей. А напоследок упомянем, что существует Creta с трехрядным салоном. В Индии такая продается под именем Hyundai Alcazar, а еще семимеску предложат в Латинской Америке. По сути, базовую Creta растянули по базе и увеличили задний свес. Под капотом двухлитровый атмосферник. По компоновочным соображениям, задняя подвеска полузависимая, а привод строго передний. Такая машина была бы интересна российским семьям, ведь выбор бюджетных трехрядников сейчас ограничен одним лишь Ларгусом. Но, увы, в планах российского офиса Hyundai подобной версии нет. Компания Geely Auto представила краткосрочную стратегию развития Smart Geely 2025, то есть умный Geely. И согласно этой декларации, к указанному году объем продаж автомобилей основных брендов должен увеличиться более чем вдвое. Главным рынком сбыта ожидаемо определен Китай. А из неполных 4 миллионов общего тиража на экспорт будут уходить только 600 тысяч машин. Основными экспортными территориями, назначенные Восточная Европа, Южная Америка, Ближний Восток и страны Азии. Но куда интереснее и важнее другое. Основные марки альянса Geely Auto это, собственно, Geely, электрическая Geometry, продвинутый Link & Co. и премиальный Zikr. Так вот, Link & Co. решено предлагать россиянам. Это совместный проект Geely и Volvo, ориентированный на молодежь. В Поднебесной Link & Co. ежегодно продает около 200 тысяч машин. Притом гамма марки состоит из пяти разных моделей. В Европе представлен лишь кроссовер 01, да и то строго по подписке. Скорее всего, именно 01 первым предъявят нашей публике. Это одноклассник Tiguan, у которого базовая линейка состоит из трехцилиндровых полуторалитровых турбомоторов. Но кроме того, предусмотрена двухлитровая турбочетверка. Трансмиссия обычных версий, шестиступенчатая механика или семиступенчатый преселектив. А полный привод построен вокруг многодисковой муфты. Гибриды устроены хитрее, но, вероятно, мы их не увидим. Шоком для покупателей должен стать чрезвычайно богатый набор оборудования. В него войдут виртуальные приборы, панорамная крыша и прочие фишки современного автопрома. Осталось только дождаться ценников на это все великолепие. Когда их навесят? Вопрос сложный. Ведь изначально начало поставок планировалось на 19-й год. Но тогда не сложилось. Теперь, если верить новой стратегии компании, сложиться просто обязано. Между тем, бестселлер J.L.E. кроссовер Atlas готовится сойти со сцены. Российские дилеры распродают остатки модели, чтобы как только пройдут новогодние праздники, начать предлагать обновленный Atlas Pro. В гамме осталась лишь связка из 150-сильного атмосферника и 6-ти диапазонного автомата. Однако, привод, передний или полный, пока можно выбрать. Цена от 1 миллиона 700 тысяч рублей. И выбор вариантов крайне скромен. Что касается Atlas Pro, то сейчас он стоит дороже 2 миллионов. Но это из-за сложной силовой установки, что располагает технологии мягкого гибрида. С приходом простых моторов модель подешевеет. К этому будет непросто привыкнуть, но вместо ярких названий, вроде Polo, Golf или Passat, для своих электромобилей Volkswagen решил применять буквенно-цифровые индексы. И вот что получается. Первым вышел хэтчбэк ID.3, в имени которого буквы ID предложено расшифровывать как Intelligent Identity, то есть умный дизайн и идентичность. Ну а цифра — место во внутримарочной иерархии. В Европе кроме третьего также присутствует четвертый ID. А сейчас этот дуэт расширился до полноценного трио, поскольку немцы презентовали ID.5, который оказался всего лишь купе-образной версией упомянутого кроссовера ID.4. Новинка отличается только формой крыши и кормы. Более обтекаемая форма позволила уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления, но задним пассажирам стало теснее. Здесь будет комфортно лишь людям не выше 180 сантиметров. И ещё. Внимательно взгляните на покатую корму. На крышке багажника нет щётки стеклоочистителя, а от загрязнения стекло должно защитить антикрыло. Самая простая 50-киловаттная батарея купе-образному кроссоверу не положена. Видимо, Volkswagen решил блюсти имидж более статусной модели. Поэтому ID.5 предложен только со старшим аккумулятором на 77 киловатт-часов. Два начальных исполнения имеют задний привод и электромоторы на 174 и 204 силы соответственно. Такие паркетники готовы отмахать на одной зарядке 520 километров по современному циклу WLTP. Отдельного внимания заслуживает полноприводная версия, которую легко опознать по более дерзкому бамперу. В движение машину приводят пара движков с суммарной отдачей по 300 сил. А потому разгон до сотни занимает лишь 6 секунд. Продажи Volkswagen ID.5 появятся весной следующего года. И, кстати, российский Volkswagen недавно опрашивал публику, интересно ли ей электромобили. Не ровен час, когда-нибудь серия ID появится и в наших автосалонах. Кстати, во время презентации нового паркетника публике вдобавок предъявили электрический минивэн Volkswagen ID.Bus. Правда, в легком камуфляже и с одного ракурса. Рядом со мной стоит нечто, что заставляет мое сердце биться чаще. Правда, об этом нечто мы поговорим не сегодня, а ориентировочно в начале следующего года. Напомним, что над проектом электрического минивэна, напоминающего старые заднемоторные Volkswagen, в компании работают больше пяти лет. Теперь стало очевидным, что товарная версия модели будет похожей на концепт, который немцы показывали на грузовой выставке IAA 2018 года. А напоследок поговорим об отечественных автомобилях. АвтоВАЗ модернизировал конвейер, с которого сходит Лада Гранта. И хотя новшество внедряется, чтобы через 2-3 года начать выпуск модели нового поколения, эти перемены пойдут на пользу и нынешней Гранте. Так, на участке сборки шасси был сконструирован, смонтирован и запущен пластинчатый конвейер, к которому теперь прилегает участок китинга, где комплектуются тележки, снабжающие рабочего комплектующими. Оператор, находясь в моторном отсеке автомобиля, двигался спиной по ходу движения. Это не только проблема с эргономикой, но и также травмоопасно. Поэтому за время летней остановки был внедрен пластинчатый конвейер, на котором оператор сейчас стоя выполняет свою операцию. Напомним, что свежая генерация Гранты должна выйти на рубеже 23-го и 24-го годов. Машина примерит платформу Global XS из ассортимента альянса Renault-Nissan, а значит окажется ближайшим родственником третьего Логана. Также модернизацию пережил процесс производства шасси внедорожников Lada Niva. На линии, где собирают редукторы и мосты, изменились принципы работы. В итоге площадь сборочного участка сократилась втрое. Мы изготовили специальные механизмы, которые между станками передают детали. Конечно, улучшенная эргономика рабочих мест должна косвенно повысить качество выпускаемых узлов, но по факту для конечного потребителя обеих Нив, Тревела и Ледженда, ничего не меняется. Мы уже рассказывали, что сельские медики будут ездить не на УАЗовских буханках, а на внедорожниках Lada Niva Travel. И вот очередной удар по благополучию марки УАЗ. Вместо ставших привычными патриотов, МВД закупит партию седанов Lada Vesta. В продолжении темы госзакупок добавим, что марка Hyundai собрала 2500 седанов Solaris для нужд ГИБДД. До этого, два года назад, нарядам ДПС выдали несколько тысяч шкодовских Октавий. Так что лицо современной российской ДПС – это чехи и корейцы. И финальная, но весьма важная новость. Борясь с дилерскими наценками, АвтоВАЗ рекомендует не покупать машины из наличия, а составлять предварительный договор поставки, в котором официальный дилер Lada обязан прописать модель, комплектацию и цвет автомобиля, а также примерные сроки поставки. Вот только дилер может отказаться заключать такой договор. Причем формальным предлогом послужит риск неисполнения обязательств по поставке автомобиля. Это сейчас весьма актуально из-за регулярных остановок завода по причине дефицита микрочипов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова